Ближний Восток, да, и тут тоже такой мостик у нас от палестинских мигрантов до ситуации на Ближнем Востоке. По последним заявлениям, Блинкин призвал Иран и Израиль избегать эскалации, а нового лидера Хамас обеспечить перемирие в Гази. Значит, никто не должен обострять конфликт, говорит Блинкин. Мы ведем интенсивную дипломатическую работу с союзниками и партнерами, донося эту мысль непосредственно до Ирана. Мы также напрямую передали это послание Израилю. Дальнейшие нападения только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать, никто не может полностью контролировать. Необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию, осознали риск просчета и приняли решение, которое снимут напряженность, а не усилят ее. Давайте разберемся с этим вопросом. Ответит ли Иран или все-таки Израиль ударит первым? Если нет, то почему? Если да, то как это будет выглядеть? И нас пугали нападением то в ближайшие 72 часа, то 48, то 24, то в этот понедельник заявляли о том, что должен совершить нападение Иран. Этого пока не произошло. И давайте с этим тоже разберемся. Почему? Потому что ведется дипломатическая работа, серьезная, которая сдерживает. Или потому что это не планировалось, или потому что наоборот планируется что-то куда более масштабное и идет подготовка к чему? Готовится. Знаете, я вас поправлю, это уже произошло. Только произошло как? Иран не ударил субъектным образом по Америке, либо по Израилю, а Иран ударил своими прокси по американскую базу напрямую. Есть убиенных, причем вчера утром. Вы имеете в виду базу в Ираке? Да, да, да. И они это сделали через свои прокси. Причем, если так взвесить, так аккуратненько, ну, они действительно сделали примерно то же самое, что по весу соответствует тому, что сделали на их территории. Теперь немножко объяснение. Кто такой Исмыл Ханья? Ну, пусть земля будет ему пухом, или там Всевышний встретит его с этими 72 девственницами. Правда, что ему делать с 72 девственницей, я не знаю. Это, по-моему, перебор. У них так принято этому радоваться. Не знаю, может, у них такие другие возможности, чем у нас. Тем не менее, Исмыл Ханья был, можно сказать, закопичи, заместный командир политической части в Хамас. То есть, он не был верховным главнокомандующим, либо там главой Хамас как таковым, он был закопичи. А что такое Хамас? Хамас – это многому можно рассказывать по поводу того, кто замышлял, кто делал, кто акушировал, кто устанавливал Хамас. Там и американцы, и массаты, и израильтяне, и британцы, и много кто кого. Но, по сути, Хамас – это мусульманские братья. А кто такие мусульманские братья? Мусульманские братья – это те, которые были главным движущим инструментом в так называемой арабской весне, которые 2011 год прокатились от Мавритании до Бахрейна и устроили всю эту длинную вереницу из цветных революций по одному и тому же сценарию, что была последняя самая большая, самая масштабная, можно сказать, на отличие на операции ЦРУ по внешним контурам на двух континентах – Африка и Азия. После этого у них таких больших операций не было, но это уже другая грустная для ЦРУ сказка, которую сейчас даже начинать не будем. Мусульманские братья – это старые организации, и все мусульманские братья, и все мусульманские организации, которые имеют воинствующий и такой характер, они с последние 150 как минимум, а некоторые говорят 220 лет, они находятся под британским контролем, потому что Британия владела этими территориями, там у них агентура, она наследственная, традиционная, наследственная, и вот эта агентура переходит из дедушки к отцу, от отца к сыну, от сына к следующему сыну, то есть там очень стройная, очень такая незыблемая система, которая работает действительно сверхкачественно, она работает не только там, она и в Индии так работает, и в Средней Азии так работает, то есть британская агентура – это на порядок выше, чем американская агентура, потому что американцы приходят с деньгами и с пистолетом, и говорят либо деньги, либо я тебя сейчас пристрелю, сделаю тебе бубо, что на самом деле грубьянский метод, действительно, скажем так, острые ощущения и сложные предложения, на которые нельзя сказать «нет», но это большой, долгоиграющей лояльностью никак не пахнет и обеспечить не может, естественно. А британцы работают по-другому, я про британцев сейчас рассказывать не буду, суть в другом. Мусульманские братья – это те ребята, которые отравили жизни не только всем этим государством, но отравили жизнь самому большому арабскому государству в мире под названием Египет. 110 или 115 миллионов там населения в Египте. Поэтому Египет очень долго боролся и пытался справиться с этими мусульманскими братьями, наконец-то им удалось, и вот тебе на война суднего дня только 2023 года, и Хамас, который являются мусульманские братья, у них есть только один выход. Ну, на самом деле, у них теоретически три выхода. Первый выход – в сторону Израиля. Там никакой не выход, там стена, там нужно воевать. А второй выход – это Египет. Египет их не пущать, потому что больше с ними, с их питомцами не хочет иметь дело, не то, что с ними там, с детками и прочее. И третий выход – это Средиземное море, на случай, если они хотят утопиться. Это не выход, естественно. Соответственно, они приняли бой, потому что у них других вариантов вообще не было. А все остальные, которые хотели быть в других соседних арабских государствах, все соседние арабские государства знать не хотят вот эти жители Газа, потому что там Хамас. Что такое Хамас? С 2005 года, когда они пришли к власти, они попросту вырезали в ручном режиме абсолютно всю оппозицию. Если там в Газе кто-то рожается, даже если до того, как ребенок, младенец не стал открывать глаза и пытаться говорить, он не знает того, он является заведомым членом, будущим членом Хамаса, и даже учебная программа с первого класса до выхода этого самого, она наполнена вот этими примерами, как ты должен стать бойцом Хамаса. И задачки математики выглядят, боец Хамас вошел в помещение, где пять евреев, он застрелил три, сколько осталось для убиения? Ну, примерно вот такие задачки второго, третьего класса для детишек в Газе. Это учебники есть, фотокопии есть, в интернете висят. То есть, если знаете арабские, там это все на виду, без вопросов и без проблем. Действительно, их так и дрессируют. То есть, они уничтожили всех других, не просто, скажем так, произраильских, либо там любые другие оппозиционные, не то что лидеры, представители любой другой оппозиции они вырезали. Потом, когда они поставили под этим жестким контролем абсолютно все население, это население имеет два варианта, либо быть частью Хамаса, либо помереть, потому что им не светится ничего другого. У них нет варианта, что у тебя часть будет хуже и беднее, но ты можешь быть каким-то не нашим. Без вариантов. Что-то подобное, хотя в более лайтовом варианте происходит с Хезбалай, который там на севере. Потому что вы спрашиваете, когда включится Иран. Иран включится последним, потому что Иран может ей не понадобиться. И хотя не важно, кто ударит первым, Иран все равно включится последним, потому что если Иран включится, Израиль не будет до конца дня. Буквально в смысле этого слова. Просто потому, что у Израиля самая высокотехнологическая, самая качественная, самая супер-пупер армия в мире. Спора нет, вопросов нет, все у них самое-самое. Однако, Израиль, знаете, у них территория пятой части мэродной Болгарии, которая 10 раз меньше, чем Украина. И самое узкое место это 17-18 километров. У них нету стратегической глубины. У них общее количество территорий 20 720 квадратных километров. А в переводе это означает, что это почти 10-миллионное население Израиля, которое проживает на территорию не более чем 40% из этих 20 720 квадратных километров, потому что остальные 60% это пустыня Негев, где 60-ти градусная жара. И там жить вообще-то трудно, невозможно. Там одна ограда, вообще-то, чтобы останавливать африканские лжебеженцы и беженцы. То есть, израильянам негде спрятаться. И не то, что ядерный, любой конвенциональный способ вот этих там дождь-ракет им негде спрятаться. У них тоже варианты Средиземное море, если хотят утопиться. Сверху Хезболла, я имею в виду на севере. Слева, вернее справа, это Юрдания. кругом враги. Кругом враги, которые хотят видеть их неживым. Вот и все. Поэтому сейчас, если мы говорим о Хезболла, Хамас, а если третий элемент? Третий элемент это фатх. Это так называемая палестинская автономия. Хотя название, честно говоря, исторически и фактологически неправильно, израильтяне называют это иудеи Самарии. Это правый берег реки Юрдан. На этом правом берегу реки Юрдан есть еврейские поселения, есть столица Рамала, которая должна быть столицей палестинской автономии. Почему палестинская автономия это неправильно? Потому что историческая Палестина, это была вся эта большая территория, частью которой является Израиль, и даже у Голда Мер был паспорт палестинца. Потому что она действительно территория Палестины, она действительно гражданин Палестины. Потом эту Палестину нарезали разные и назвали по-разному. И хотя государства Палестины как таковым нет, а этих ребят арабами не признают. Они говорят, мы арабы, мы палестинцы. Ну, еще раз, это терминологическая такая заварушка, это надо знать и надо понимать, и там главенствует на этом правом берегу реки Ирдан, которая сильно спорная между израильтянами и вот этими арабами, где был, кстати, Рамалах, это последняя столица Ясера Арафата, там главенствует ФАТХ. ФАТХ, это организация сродни Хамас, настолько враждебная, смертно враждебная Хамасу, что готовые перерезать и убить друг друга без вопросов, хотя вроде бы эти два куска палестинского государства, которого, ну, на самом деле, формально вроде бы признавали, но реально мы только что обсудили, что ему родиться или быть, по сути, не может, даже если все скажут, ну, хорошо, больше вас истреблять и воевать с вами не будут, они сами вырежут друг друга. Благо, между ними есть 30 или 40 километровая полоса чистый Израиль, то есть они должны пересечь израильскую территорию, чтобы вцепиться друг с другом, потому что они действительно сильно не любят друг друга. Это, на самом деле, немножко прошлое, потому что буквально на прошлой неделе, простите за тавтологию, лидеры ФАТХ и Хамас встречались, угадайте, где? В Китае, для того, чтобы заключить какое-то перемирие, пока они разберутся с этой заворожкой. Почему в Китае? Потому что дальше Китай только Аргентина, наверное, я не знаю, а может и не дальше. Ну, нельзя на 30-40 километров встретиться друг с другом, а вот в Китае мы встречаемся для того, чтобы обсудить, будем ли продолжать резать друг друга и израильтян, потому что они оба любят резать израильтян, но любят и резать друг друга, или все-таки мы хотя бы друг друга не будем резать, пока мы постараемся резать побольше израильтян, если можно, вот так. И они заключили какое-то перемирие, которое известно тем, что оно никогда не долговечное. Обычно это от несколько часов до несколько месяцев, ну, изредка пару-тройку лет, но никогда оно не долговечное. То есть Израиль находится между этими тремя, скажем так, очагами, плюс все эти страны, которые дополнительно их тоже не любят, и они тоже готовы их уничтожить, но эти три активные очага сверху, с севера, Хезболла, они шиитые. Хезболла – это шиитские прокси, которые Иран накачал, а шииты ненавидят суннитов, а Фатх и Хамас – это сунниты. То есть Фатх и Хамас хотят друг друга истребить, но Хезболла был бы рад истребить и Хамас, и Фатх, потому что они сунниты, и более того, это не просто слова. На территории Сирии, когда воевали, Хезболла воевала и с Хамасом, то бишь с мусульманскими братьями, и с представителями Фатха, и со всеми остальными суннитскими вариациями, у них их много, но все они любят их головы промышленным количеством и вообще-то индустриальным образом. И Хезболла воевали, и друг друга убивали, и готовы продолжать этим заниматься, потому что настроения и чувства, скажем так, взаимной недолюбви остались, и никто это не изменял. А вот эти три очага, которые готовы и режут друг друга, с удовольствием хотят рельтян, хотят, чтобы израильского государства не было. Хезболла – это шиитская прокси Ирана, которую Иран снабжает бойцами, оборудованием, оружием, ракетами, всем-всем-всем-всем-всем. Там есть определенная дорога, которая, если можно было бы на карте показать, была бы более познавательна, но через Северный Ирак Иран их поставляет там. Там Ал-Каим – это на границе с Сирией, там по речью Эфрата, потом Ал-Бу-Камала – это уже на сирийской территории, провинция Дей-Резор поднимается вверх, потом делает поворот налево через Пальмиру, который обсуждали, когда это было, переходит в провинцию Хомс. Из города Хомс-Дамаск уже Хезболла получает все это свое вооружение из Ирана. Без иранских прокси, без иранской пехоты в Сирии, я думаю, что Асад не продержался бы дольше 2015 года. Но это уже сирийская история. Сейчас Израиль имеет Хезболла сверху, Фатх справа, слева Средиземное море, внизу Хамас, который недоистребленный уже в 8 или 9 месяц. С этими тремя фронтами на этой маленькой территории, даже такое сверхмогущественное с учетом территории и пропорции государства, как Израиль, я не уверен, что они могут справиться. Более того, сами израильские войны, я даже, по-моему, Григорий и Тамар не в вашем канале, а в других каналах говорю, что по их израильским данным, данных у Хезболла есть под 150 тысяч ракет. Если у Хезболлы есть 250 тысяч бойцов и 150 тысяч ракет, система железный купол не справится, просто потому что, даже если хотите монетарным образом, одна ракета железного купола – это несколько миллионов, а те ракеты, с которыми их обстреливают, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч баксов. И если Иран дал 150 тысяч ракет Хезболлы, можно только предположить, сколько сотни тысяч ракет есть у Ирана. Поэтому Иран, когда и вцепится лист с Израилем, честно говоря, даже об этом думать не хочется, потому что, если начинаем об этом думать, во-первых, появляется холодный пот, во-вторых, появляется книга толстая такая под названием «Библия», и там горит вот этими горячими буквами название «Армагеддон», потому что оно совпадает и по месту, и по накалу, и по всему остальному, по-другому уже никак. Правда, знаете, Коренея Александровна Геворгиана, один из, на мой взгляд, лучших знатоков Ирана русскоязычных, она в России, москвичка, она говорит, что у Ирана нету в целях убивать и уничтожать евреев как таковых. Более того, в Иране есть более 50 тысяч или больше евреев, у которых есть всегда сохранённое место в иранском парламенте. Вот эти иранские евреи, они лояльны государству Иран, потому что ничего плохого от государства Ирана они не видели. Иран против сионистского государства Израиль, как государство и как сионистский формат этого государства. Поэтому Иран, если будет бить, он старается бить не на уничтожение всего без оглядки по площадям, а старается бить акупунктурным, хирургическим образом, только там, где военные, где институты, где что-то такое-другое, связанное с этим конструктом власти. Будет ли подключаться Иран или нет? Знаете, вопрос сложный просто потому, что вот эта дорога, которая окаймляет правую часть Средиземного моря от Турции до Египта, это древняя Леванта, там, знаете, я, по-моему, в вашей аудитории это не говорил, с 2011 или какого года нашли от Кипра до Египта по всей Леванты и до Турции, нашли так называемое Левантийское газовое месторождение, которое оказалось больше, чем Парское, то есть в Персидском заливе, которое оказалось больше, чем ближайшие полтора тысячи километров, самые большие, самые разведанные, и Газпром вообще-то кровавыми слезами пытается, ну никак, а там по морскому праву, чем больше у тебя полоса набережная, тем больше у тебя доступ именно к этим бесценным, только что разведанным, огромным, титаническим, можно сказать, геополитическим, не только энергетическим ресурсам. То есть там битва, это не просто потому, что они ненавидят друг друга и хотят истребить друг друга, это безусловно есть, но это эмоции. Там есть и ГАЗ, ГАЗ это геополитика, геополитика это, скажем так, бизнес царей, президентов и других таких больших особей, и там у кого получится больше оттяпать, поэтому ГАЗа это полоса, а из этой полосы нужно оставить чем меньше, тем лучше, для того, чтобы Израиль в основном... До 2005 года это было Израиль, то есть ГАЗа было Израилем до 2005 года, они отделились от Израиля после 2005 года, мало кто об этом, конечно, знает. Израиль, если восстановить вот это, они получают этот ресурс, получают этот ресурс, они получают совершенно другую значимость в этом регионе, и, соответственно, дальше по списку даже объяснять не стоит. Но если будет одновременно или даже не одновременно, а относительно одновременно, в рамках двух месяцев нападения с Хизбалуи, с Хамаса, Хамас не будет нападать, они просто не будут сдаваться, и со стороны Фатха, ну, у меня большие-пребольшие вопросы, и Цахал справится? Нет. А вообще-то какая-то армия мира в таких условиях могла бы исправиться? Нет. Для меня, я правда не знаю, мне кажется, это миссия невыполнима. Если Том Круз там не появится рядом, чтобы подключиться и показать, как решать эти миссии невыполнимы, ну, я думаю, что у них шансы без Тома Круза невелики. Уж извините. И напоследок, не могу вас не спросить о Соединенных Штатах Америки. Выборы – это большое событие, за которым следит весь мир. Камала Харрис уже официально кандидат от Демократов, она уже даже выбрала себе вице-президента. Трамп официально кандидат от Республиканцев. У него также уже обозначена команда в лице вице-президента. Это Европа в шоке готовится к приходу Трампа. Более того, они там созывают какие-то собрания, чтобы понять, как действовать, если вот Трамп сядет в овальном кабинете, что после этого начнется. Трамп, в свою очередь, говорит, я все знаю, я сейчас приду, и только я могу закончить эту войну. Камала Харрис пока непонятна, потому что она пока из таких заявлений, которые звучали как кандидата в президенты, это разве что то, что она была прокурором, и знает, как говорить с такими людьми, как Трамп. Но весь мир в предвкушении. Стоит ли нам такое большое внимание обращать именно на персоналию президента Соединенных Штатов Америки? Или же все-таки нам стоит учитывать, что существует вот этот вот Deep State и, в свою очередь, предохранители от каких-то необдуманных решений? Ну, смотря это кому стоит ли нам? Нам это кому? Ну, нам с вами и нашим зрителям. Я имею в виду точку зрения, потому что, понимаете, то, что будет происходить в Америке, кому-то будет плохо, кому-то будет хорошо, поэтому хотел немножко географически хотя бы уточнить, Ну, конкретно нас, Украину, интересует, конечно же, сохранение поддержки и сохранение поставок оружия, помощи и всего остального, и позиция, главное, по Украине. Поэтому у нас тут свой такой, скажем, интерес. Ну, я думаю, что если Камала Деви Харрис выиграет и будет президентом, и будет продолжать линию Джозефа Байдена, ничего хорошего в Украине не светится, просто потому что, как вела себя демонстрация, вернее, ничего хорошего Киеву не светится. Потому что то, что заявляет Киев, и как ведет себя Киев, как администрация, которая разорвала общественный договор с населением, и которая забыла любой формы там демонократии, там и гражданские права, и всего остального, и Конституция уже даже, ну, не буду говорить в качестве чего они ее воспринимают или вообще не воспринимают. Ну, сказать это кому это... Вот Киевской администрации, наверное, это будет нехорошо. А вот украинцам в итоге может быть даже и намного лучше, потому что а, как минимум будут живы, б, как минимум не будут стрелять, убивать и бомбить, и те, может быть, даже будет какая-то форма возвращения к какой-то более-менее нормальной, рабочей, спокойной, ну, спокойной, условно спокойной жизни, которая намного более спокойной, чем та, которая сейчас есть. Поэтому точка зрения банковой и точка зрения обычных гражданин Украины, неважно, близко к фронту либо самая отдаленная от фронта, это две большие разницы, говоря по-одейски. Но, тем не менее, давайте немножко почащим репу. А если Трамп будет, если выиграет? Я не уверен, что он выиграет. Я вам честно скажу, что, на мой взгляд, его шансы около 50%, и не уверен, что это больше 50%. Это означает, что он может, но даже если пару, тройку покушений будет на него с результатом более таких тяжелых ранений, которые должны добавить героичности и как-то симпатии, то это не сильно сместит большие шансы Камала Деви Харрис. Я объясню, в чём я вижу большие шансы Камала Деви Харрис. Она, скажем так, девушка специфическая, очень специфическая, но с правильным происхождением, с правильным цветом кожи. С правильным происхождением, во-первых, мамаша у неё из тамильских брахманов, то есть она брахман, уж извините, да, папаша у неё ямайский, такой специфический, негритянский такой, но таким образом у неё получается так, что цветная часть Америки, она двумя руками и ногами будет за неё. Кроме того, она то ли для развлечения, то ли от необходимости работала люксозной девушкой по вызовам, и об этом есть достаточно такие интересные фото и видео, и другие документальные, скажем так, кадры, которые это подтверждают, и никто это сильно не отникивался, но даже это не факт. Интересно то, что она как-то потом умудрилась совмещать с позицией главного прокурора штата Калифорнии, государства Калифорнии, и стала известна тем, что она может быть известна. И таким образом она получила определённый трамплин для того, чтобы Калифорния, это такой демонократический штат, где вообще-то там самое такое, и вот эта самая правильная девушка с таким правильным профилем, ну, давай, давайте её. Она, если вы знаете английский, видели хотя бы парочку-троечку её выступлений, ну, как вам сказать, она выражается не очень умно, она выражается на некоторых из этих выступлений совершенно очевидно под воздействием какой-то фармацевтики, либо каким-то жидким субстанциям, высоким алкогольным градусом, это кому как, то есть она человек, который любит создавать и пользоваться вот этими источниками острых ощущений, либо других ощущений, кроме как трезвых ощущений. Это очевидность, и это тоже никто не отрицал, потому что даже на вопрос журналиста вы можете его найти, когда его спрашивали, как она относится к употреблению наркотиков и лёгких наркотиков типа марихуана, она ответила интересным образом. Слушайте, половину моего рода с Ямайки, как вы думаете, что я должна относиться к этому? То есть это было чистое признание, можно так это сказать. Как она выражается, это ещё раз, кто знает английский, можете это просто посмотреть, я даже описывать не буду. Трамп выразился грубо, но, наверное, недалеко от правды. Он называл её тупой женщиной или что-нибудь такое. Ну, то, что она не титан мышления и, наверное, не может трещать кроссворды и так с большим успехом, это точно, это назовём это так. Но если она действительно станет президентом, то почему она может стать президентом? Сейчас я вам объясню. Я только что описывал её как человек достаточно недалёкий. Я думаю, что я, может быть, сурово, но зато справедливо описал то, что действительно есть. Но для избирателей демонократической партии США это без разницы. Хоть осёл, хоть дворовая собака, если это против Трампа, антирейтинг Трампа это великое горючее с большим октановым числом, которое достаточно для того, чтобы они выбрали любого, без оглядки, ни на каких, скажем так, очевидных грехах. Они выбрали бы и Байдена, вернее проголосовали бы и за Байдена. Я имею в виду твёрдое демонократическое ядро США, которое очень немаленькое. Если вы посмотрите на карту США после, ну давайте, после 2001 года, 21 век, как расположены вот эти красные, синие, красные республиканские, синие демонократические и несколько так называемых свинг-штатов, то бишь они фиолетовые, потому что от пяти до семи, в которых количество республиканцев и демонократов примерно одинаковое, и они всегда в последний момент являются решающими, кто будет президентом. Камала Деви Харрис за время управления Джозефа Байдена отвечала за миграционную политику, а у них миграционная политика только на мексиканской границе, то бишь Рио-Гранде. Она так отвечала, что обеспечила беспроблемный завоз таких мигрантов в количестве не меньше 300-320 тысяч в месяц, и итоговым объёмом это получилось 11,5 миллионов за время правления Джозефа Байдена американцы плюс, то бишь новоамериканцы, которые, они вот-вот готовы дать сейчас американские паспорта, без всей этой сложности, процедуры и прочей условности, которым подвергают восточные европейцы, вообще европейцы и любые другие. Вот этим американцам плюс, пусть испаноязычные, они готовы, только готовы на какие условия, они тоже не идиоты, я описываю их как не очень такими умными, но они, они не глупые, они не глупые, почему? Стоит ли накачать вот эти 11,5 миллиона мигрантов в каких-то демонократических штатах, которые и так демонократические, естественно, не стоят. Стоит ли накачать их в республиканских штатах? Наверное, в некоторых стоят, но это будет трудно, потому что там эти сами губернаторы будут, мягко говоря, сильно сопротивляться, то есть и не стоит, и не получится. А куда их стоит? Потому что у нас сейчас Белый дом, у нас сейчас аварийный кабинет, у нас сейчас администрация в свинг-штатах. Если в свинг-штатах они накачают 11,5, а до 5 ноября будут 12 миллионов таких мигрантов, где и сколько и как нужно, как вы думаете, в этих свинг-штатах перевисит демонократы над республиканцами? Эти люди будут голосовать за демонократическую партию, даже если они не знают, как это пишется и что это такое, может быть зубная паста либо лак для волос, им это без разницы. Им важно то, что этот чувак с рыжей челкой, он, понимаете ли, хочет ограду сделать и по возможности их выселить обратно. А вот эти демонократы, они им дали паспорта, они сделали из них американцев и дали им шанс осуществить свою американскую мечту и даже на некоторые пособия сейчас, пока что выборы дойдут, можно рассчитывать, то есть кое-как они могут закрепить какой-то хоть и минимальный эконом-класс, но социальный статус, который при этом рыжего вообще никак. Соответственно, 11,5 миллионов голосов, даже если там, ну скажем так, пятая часть из этого детки. Слушайте, не важно Трамп еще раз, сколько в него будут стрелять и насколько высоко будут подняты руки голосований в республиканских штатах. Это вообще не важно. Важно то, что свинг штаты всегда эти вопросы решают, а там маленькие, но достаточное количество, достаточное для того, чтобы перевесить, сколько надо, потому что там не такие разницы, а там вот такие разницы. Поэтому, если подключить туда и мастера компьютерных клавирных политических симфоний, которые на компьютерной клавище умеют это композировать, 20-й год мы это видели, то я думаю, что как бы многим сейчас показалось, ну скажем так, противоестественным, слишком экзотическим, вполне вероятно, в конце января 25-го года, где-то около 21-22-го, по-моему, получается, ну Камала Деви Харрис сможет поднять руку и сказать, вот видите, я христиан, вот на Библию, я это самое, я готов, я клянусь, я клянусь и давайте за мной. И тогда, знаете, до конца апреля этого года, 24-го, анонсировали, что будет выходить американский фильм «Гражданская война», «Сивил Уорл». Я видел трейлеры и у меня были сверхожидания. Фильм вышел полным разочарованием, но фильм фильмом, вот все те противоречия, которые есть между республиканцами и демонократами, между южанами и северянами, между либералами и консерваторами, между всеми остальными традиционалистами и сверхнетрадиционными, все эти противоречия никто не решил, никто не может решить и единственное, что обязательно придет к этому, я абсолютно уверен, что в ближайшие пять лет действительно Америка будет в настоящей масштабной гражданской войне, не меньше тектоники, чем то, что происходит сейчас на территории Украины. Не меньше тектоники. И сильно больше, чем то, что происходит в Франции, и категорически больше, чем то, что сейчас начинается в Англии. Это просто могу ошибаться, но могу ошибаться по времени, не могу ошибаться по факту. Просто потому, что эти противоречия, во-первых, не решаются, во-вторых, накачиваются, задолженность населения растет, проценты под дебетом и кредитом растет. И безработица и безвыходность у всех этих маргинализаций тоже возрастает. В этих условиях я не могу себе представить, как можно выйти к каким-то чисто административным, монетарным. Можно добавить обезболивающие, можно добавить подсладителей, можно добавить, скажем так, легкие наркотики, чтобы не так больно и не так буйно было. Это можно отложить или можно немножко снизить градус, но избежать это события как таковым. Я, по крайней мере, не вижу как, буду рад ошибаться. И я очень часто это повторял, к сожалению, не очень часто так получается, чтобы в таких вещах ошибался. Хорошо. Хорошо. aze